Медведевка Салаты, петрушка, огурцы, помидоры, перец и даже дыни летом. Но главное, что здесь выращивают раннюю капусту. Это дань старой традиции тех времен, когда Медведевка была известна на весь Советский Союз. Здесь, на колхозных землях, именно капуста созревала раньше, чем где-либо в Крыму. Несмотря на то, что до этой части полуострова вода Северокрымского канала не доходила, и тепла здесь не так уж много. Но люди, конечно, справлялись, как сегодня справляется и наш герой. По его словам, сложного в этом ничего нет. Главное – любить свой труд и осознавать, что этот труд нужен людям. Ну, первые теплицы начали строить в 2006 году. Съездили в Херсон, посмотрели там их теплицы. Вот видите, здесь без единого гвоздя же. Да, интересно. Ни реек, ничего нет. Вот, пожалуйста. Здесь вот проволокой натягивается. Ни одной реечки, ни одного гвоздя. И смотрите, как барабан. Вот, сняли у них опыт, проконсультировались и начали строить. Постепенно, каждый год, значит, по пять-шесть теплиц. Один год даже было и десять теплиц поставили сразу. Ну, все от финансов зависит. И какое количество сегодня? На сегодняшний день 63 теплицы. После 20 февраля мы высаживаем капусту. И она получается намного раньше, чем, допустим, пленочная, даже в открытом грунте пленочная. Там же дуги поменьше. Ну да. Вентиляция похуже. Вот. В теплице получается раньше, чем у них. По медицине же капуста – это самый такой полезный продукт. Овощ. Поэтому, наверное, люди ее хорошо едят. Особенно борщ. Борщ. Ну как, без капусты ничего не идет. Это ранние сорта. Пандион. Парел мы садим со дня высадки. Через 50-60 дней она будет готова. Значит, урожайное здесь получается где-то 4000 кустов. Пускай по 700 грамм, где-то около 3 тонн. А вообще основная подкормка в этой теплице – куриный помет. И в каждую теплицу где-то по тонной 4 помета. И капуста прекрасна. Бывают кочаны. У нас рекордный кочан был 5 килограмм. Ничего. Ранее. За то, что куриный помет действует. Ну, в основном такие приезжают. Прямо с поля забирают. А если их нет, значит, когда цена падает на нее, то мы ее сами реализуем, подвозим на привоз. После капусты, значит, мы ее заново готовим, почву, и садим дыню. Тоже голландские сорта, садим ранние. Сладко дыню. Очень сладкие, да. Ну, вы слышали, Наги, сорта, как амал. Слышали? Вот здесь мы ее выращиваем, амал. Во время съемок в Медведевке дул очень сильный ветер. Так что мы с удовольствием прятались в теплицах. Но все же весь масштаб фермерского хозяйства можно оценить только со стороны. По 30 теплиц в два ряда. И это еще не предел. Вот здесь мы можем посмотреть петрушку, кудряшку. С удовольствием. Замечательная зелень. Угу, кудряшка. Ооо, ну надо же. Вот что значит зелень. Сразу такой цвет. Это мы сейчас будем дегустировать? Да. Первый весенний букет. Его можно есть. Вот какая красота. Вот это настоящий вкус весны, потому что с этого все начинается. Угу. Ну вот это вот кучерявое. Почему кучерявое? А это сорт такой. Угу. Есть широколистная. Ну почему-то многие самые хотят кудрявую. Угу. Ну достоинство петрушки мы в сентябре где-то ее сеем. В декабре месяце уже собираем первый урожай. Она такая морозоустойчивая. Да, да, да. Она не боится мороза. А гороволокном накрыл. Минус 10 даже. Прекрасно. Минус 15 даже терпела. Ну бывает так она подмерзнет, а потом отходит. Вообще в России любят это самое. Не краснодарскую, а крымскую. И овощ. Вы сами заметили. Приходят с Краснодара помидоры на привоз. Не то, самая вкусная это крымская. Вкуснее у нас крымская. Я смотрю, что вы уже тоже вот сами ее прям с удовольствием рискаете. Как-то немножко организм соскутился по витамину. Это ялтинский лук. Рассадой высаженный ялтинский лук. Любят его люди. Но это настоящий символ крымский, мне кажется. Да, да, да. Ну как-то раньше был разговор, что только в Голубом заливе растет ялтинский лук. Так видите, мы выращиваем уже который год. И тоже такой не горький. Такой сочный, сладкий получается. Когда семена выращиваем, значит, лук садим, то надо отбирать именно вот такие плоские для получения семян. А где берете семена? Ну, сами собираем. Сами высаживаем головку, собираем семена. И эти же семена мы сами сеем. Косы заплетаете, вот как обычно? Раньше, раньше мы заплетали. Когда трасса работала же. Да. Как раньше говорили, что москвичи без ялтинского лука домой не уезжают с отдыха. Обязательно. А им же надо вязкой, невросупной, чтобы красиво было. Они даже как подарок везут, вот, допустим, брату или сестре. Вот я в Крыму был, отдыхал, вот я в Крыму скиллок тебе привез. Эта теплица подготовлена под посадку капусты. Рассады капусты. Здесь уже внесен навоз, зафрезерован, натянутые, значит, капельные орошения. Фреза же, смотрите, как измельчает почву. Она сыпется фрезой. Получается мягкий грунт. Да, да. Специально мы взяли же вот эти маленькие тракторы китайские. Они очень удобны в теплице работать. На больших сюда не заедешь, а на маленьких навешивается фреза и вперед. А вот как раз идет процесс, да? Да, вот. Капельку натягивает, бьет лунки. Есть специальное приспособление такое. Лунечку раз. Да, через облевленное расстояние. Потом в рассаду садим и засыпали. Пролили, все готово. Не пошла вода. Добавим красок к нашему весеннему букету. Почему такого необычного цвета салат? А это такой сорт кармезий называется. Ну, его, знаете, это сам украшает в ресторанах. В основном автовики все забирают. Сами заказывают какую-то культуру. Сами привозят семена, какого сорта, что им надо, какого сорта растения. Очень много продукции у нас уходило, знаете, куда? В Херсон. Мы ездили в Капани. Второе, значит, это самое. С Донецка приезжали к нам заранее капусты. Звонит нам, говорит, капуста выросла, готова, готова, приезжай. Рано утром Афанасий Матвеевич приезжает на работу в теплице. А вечером едет домой. Но и там есть чем заняться. Так что работа почти никогда не заканчивается. Мы выращиваем в этой теплице рассаду для посадки уже в производственной теплице. Сеял в декабре месяце. И полностью вырастил до 5-6 листочков и высадил в теплице. А теперь вот это вторая партия. Перца и этого самого, и капусты. А теплицу я отапливаю углем. У меня две печки стоят. Теплица 33 метра. Шириной 7 метров, а длиной 33. Две печки стоят. Можно сказать, всю зиму топлю я ее. Но летом отдыха нет. Ну, можем мы там на два дня оторваться, поехать на море, но не больше. Потому что вы знаете, что день для всех работников целый год кормит, один день летом. У меня работает 16 человек. Все они оформленные. За всех мы налоги платим. Ребята хорошие, да. Они все медведевские. А еще помогает большая семья. А значит, все трудности преодолеваются легче и веселей. К тому же, сложившиеся в давние времена традиции семьи, вкупе с нынешним опытом и знаниями, делают любую работу осмысленной и непременно приносящей отличный результат. И это тоже одна из составляющих счастья. Каждый человек, есть у него такое желание попасть на исконную родную землю, что для меня является Корея. И мы с женой решили поехать посмотреть. В Сеуле был, в Пусане был, в порту в этом. Вот, общался с корейцами. Ну, чаще я посещал, знаете, что это самое, меня интересовал аграрный вопрос. Был я это самое в селах, где люди занимаются рисоводством. Тоже вот такие теплицы, тут так, у них тоже есть весенние теплицы. Был я на промышленных теплицах, отапливаемых, голландские теплицы. Опыт перенимал у них. Мой прадед, когда ему было 15-16, тогда они перешли границу. Они с Северной Кореи перешли границу и обосновались уже это самое, еще до революции, обосновались на Дальнем Востоке. А потом это самое, в 1937 году, по приказу Сталина, всех корейцев вывезли в Среднюю Азию, в Казахстан. И мой отец в 15-летнем возрасте попал в эту самую Среднюю Азию. Мой отец всю жизнь занимался этими луком. Выращивал луком. И в детстве часто мы помогали, ходили, работали, особенно в летний период. Мы не в лагерь шли пионерский, а туда, к родителям. На поля работали. Вот этим родители приучили нас к труду. Я же сюда приехал в 80-м году, так что уже я 39 лет здесь живу. Вот именно здесь. А потом это самое, родители я сюда перетянул. Младший братишка мой здесь живет. Сестра моя здесь перетянули. Шурин мой здесь. Сестра моей жены здесь. В общем, все родственники собрались в этом хозяйстве. И все дружно живем, помогаем друг другу. Самое главное, что человек должен быть работящим. Если он не любит работу, у него ничего не получится. Должен человек быть работящим, который любит работу. И любит свою профессию. А вы любите свою профессию? Я очень люблю свою профессию. Я сам по профессии энергетик, электрик. Вот. Ну, сейчас переквалифицировался уже. И мне растянемовство очень нравится. Самое главное – семья. Человек, что самое главное для человека? Чтобы в семье было все хорошо. Чтобы муж с женой ладили между собой. Чтобы дети были здоровы. И самое главное, что у детей, у моих детей, все было хорошо. Вот это самое главное. А потом и внукам. Теперь мы в поселке Заречном. И пока в горах еще лежит снег, на ферме нашего героя, где он разводит кур, созданы почти летние условия. А там, где тепло, там, наверное, и счастье. Заречная расположена в Салгирской долине, совсем недалеко от Симферополя. И каждый, кто хоть раз проезжал по трассе из столицы Крыма на юг, непременно видел и сам поселок с его небольшими домиками, и окружающие Заречные горы. Слева – Долгоруковская Ейла, справа – предгорье Четырдага. А впереди – сама палать гора и соседствующая с ней Демирджи. Так что спешить на юг может вовсе и не обязательно. Места здесь красивые, а значит и жить в таком чудесном поселке должно быть весьма неплохо. Пустующей земли, конечно, уже практически нет, но многие городские жители все же умудряются найти себе уголок по душе именно здесь. Построят то ли дачу, а то ли и дом, совсем необходимым. Вроде бы и до города недалеко, и все же живешь в деревне, где и воздух чище, и той же душе спокойнее. Наш герой тоже в прошлом житель города, но в Заречном обосновался давно. Строит здесь свое счастье и занимается любимым делом. Приехал из Краснодара в свое время, в 99-м году. Купил три курицы на рынке, все это и началось. Тянет к деревне, к свежему воздуху, к жизни. Город напрягает сейчас уже, с этими пробками, а тут свободно. В 90-м я уехал в Краснодар, а сейчас обратно в 99-м вернулся. Я живу на Кишкемецкой, учился в 6-й школе, заканчивал в 84-м году. Так что мы здесь местные. В 2004-м году купили здесь коровник. Отремонтировали, посадили птицу. Из коровника сделали птицеферму. В 2006-м году закрылись по поводу птичьего гриппа, который не знаю, откуда взялся. Когда продали этот коровник, вот купил здесь домик. Решил начать сначала. Оборудование осталось немножко, никакой помощи не было ни от государства. Все своими силами, кредиты, долги. Все на производство. На себя не было возможности ничего потратить, только на развитие. И, конечно, обидно. Раз и все. В один прекрасный момент все закрылось. Ну, вот так бывает. Я подал документы на грант на государственную субсидию, сдал документы. Приезжали с Министерства сельского хозяйства, посмотрели, ну, одобрили. Получил грант полтора миллиона. На этот грант приобрел гектар земли, сельхозное назначение, автомобиль, веста-виз с холодильником. Ну, еще не в пути где-то ждем. Ну, и клеточное оборудование закупил. Будем развиваться дальше. Главное, что есть знания и опыт. Пусть когда-то случай не дал возможности развиваться. Но если однажды всего с трех кур получилось создать мини-ферму, то сегодня те же знания и помощь в виде гранта обязательно приведут к лучшему результату. Ведь уже сейчас здесь более семи сотен кур. И они несут яйца почти каждый день. И каждый день более семи сотен фермерских куриных яиц оказываются на столах крымчан. Порода хайлай, такая сейчас самая продуктивная, одна из самых продуктивных яйценоских курей, которые сейчас несут 325 яиц в год. Ну, стараюсь кормить качественным кормом, потому что качество нынешнее должно быть хорошее. Потому что на сегодняшний день стараются все обмануть людей. И очень сложно торговать и объяснять людям, что это все-таки более натурально, и его надо есть. Цена, конечно, отличается, потому что и корм дороже, и содержание немножко дороже, из-за того, что количество курей там меньше, чем на птицефабриках. Ну, на птицефабриках, конечно, там серьезно, более там и микроклимат, и проветривание. У нас все как бы в таких военных условиях. Ну, я думаю, что они нас понимают, что очень сложно, и поэтому стараются нам помочь тоже в этом деле. И сам ем, дети едят, и стараюсь людям тоже дать. Ну, приобретаю молотку. Там в возрасте 95 дней докармливаю до момента яцекладки, и начинаю отнестись. Еще не так, в принципе, ничего сложного нет. В этом году теплая зима. Ну, они же выделяют и сами тепло. Тут не отапливается. Заходите, оно тепло. Самый большой мой рост, тут где-то до 12 градусов тепла. Самое небольшое помещение, и создается им летний сезон круглый год. 16 часов световой день, и корм постоянно у них. И до 12 градусов тепла как раз в нормальный сезон. Ну, мы стараемся сюда посторонних не пускать. Сами так дезинфекцию провожу. Боремся, как положено. Предписывают ветеринары, такие мероприятия и проводим. Я сдаю кровь, яйца на анализы, получаю, состою в системе Меркурий. Получаю сертификаты на ярмарке, на продажу яйца. Здоровье хорошее у курей. Это сколько в день куры снесли в этой ячейке. Тут по пять штук сидит. Вот у меня ребята так вот смотрят, где как несется птица. Это чисто они сами по себе. Ну, я им говорю, не надо. А есть рекордсменки? Ну, там у нас одна сидит каждый день. Каждый день вообще. Может, потому что она одна сидит? Ей никто не мешает. Вот каждый день яйцо. Да. Она отдельно сидит, что у нее было поломанное крыло. И вес у нее очень маленький был. Ну, откормил. Это кошка. Это с крысами борются. Как девочку зовут? Матрёна. Матрёна. Среди помощников не только Матрёна. Есть и те, кто заботится о птице каждый день с утра до позднего вечера. Пока всего пара человек. Но ферма развивается, а значит, и помощников скоро будет больше. Ребята работают. Они при... Ну, Солушты, Спартенита. Тоже в деревню тянет. Не сложно им вот из города перебраться в такие сельские условия? Не знаю. Это у них надо спросить, как им нравится. Ну, раз работают, не хотят уходить. Значит, нравится. Тем более есть планы, развитие. Конечно, естественно, финансовые будут с этим же идти вперёд. Так что, я думаю, что у нас всё впереди. С пяти часов утра начинается движение. Вот, часов в одиннадцать спать ложимся. И чем этот весь день занят? В одиннадцать, ну, туда-сюда. Ну, я реализацией занимаюсь, там, корма завожу, там, решаю налоговые дела, там, кто-то. Ребята замешивают, корма делают, кормят, убирают. Конечно, одному всегда сложнее. Но полученный опыт помогает понять, как работать дальше. Именно так, опытным путём наш герой пришёл к тому, как самостоятельно делать для птицы качественными корм. И как выращивать бройлерных цыплят. Цыплят привозят с Краснодарского края, заказываю. От суточного возраста, от суточного до шестидесяти дней до убоя. Откармливаю кормами. Сам такого же плана приготовления своего. Но для бройлеров тут более другой корм. Мы тоже работаем над вкусовыми качествами птицы. Тепло – это важно. Микроклимат, вентиляция. Будем тут делать. Ещё одну площадку рядом для бройлера. Но там более будет всё технологично сделано. С вытяжками, с обогревом. Кормим потихоньку. Общаемся с ними. Они тоже любят это общение. Есть такие, что подходишь, он даже кидается на тебя там драться. Боремся с лисами и с собаками. А прям приходят? Да, у нас тут приходят ребята, хотят поживиться. Но мы им барьер поставили. Ну, я знаю, как бы, что лиса, если чувствует собаку рядом, она не идёт. Ну, сейчас лисы тоже хитрые. Ну, пока ещё не было таких инцидентов. Но где мы были, наверху стояли, вот лиса там появляются. Приходят понюхать, чем тут пахнет. Вкусненьким. Корм я сам делаю. Считаю по таблицам. Усчитываю, что как. Что лучше добавить. Ну, и вкусовые качества. Ни гранулы, ничего. Здесь вот кукуруза, ячмень, шроты, подсолнечник. Всё качественное, так скажем. Химии не используем. Ну, здесь ячмень, кукуруза, пшеница. Вот жмых подсолнечника. Смешиваю вот через бетономешалку, использую как смеситель. Ну, всё. И кормим курей. Много им корма нужно в день? Ну, 115 грамм я на голову даю. Ну, а на год получается, ну, приличное такое, да? Ну, 2700 съедают в месяц. 2700? Две тонны 700 килограмм. Они рассчитаны по всем показателям, которые должны для курицы быть. Протеины, жиры, аминокислоты. Поэтому птица хорошо несётся. При этом мы не используем химии. Химических добавок, не красителей в яйцо. А достигаем своими натуральными ингредиентами. Вот именно, что вкусовые качества очень хорошие. То есть, кто начинает у меня покупать, уже другие яйца просто не может есть. В будущем наш герой на новом участке планирует поставить птичник на 10 тысяч кур. И может, не так это и легко, но жаловаться или жалеть о чём-то ни времени, ни желания нет. Хорошо бы дороги были получше, да газ бы провели. Вот и все запросы. Хотя в Заречном всё же заметны улучшения, от которых на душе становится немного светлей. Вот почти достроенный разноцветный детский садик. А вот школа. Пока ещё строится, но работа кипит вовсю. Да и частные дома в округе тоже растут, как грибы после дождя. Живописная долина, чистый воздух, любимая работа и деревенское спокойствие. Что ещё нужно для счастья? Жизнь в деревне лучше. Хотя бы здоровье. А в городе ужасно. Попадаешь в город и быстрее туда срулить надо. Уехать. Не хочется там быть. Я жил в советское время. Это было совсем другое. Что в воскресенье можешь проехать по городу 100 километров в час и не остановиться нигде. А сейчас проедьте. Конечно нет. Поэтому жизнь меняется. Сейчас вот и многие сюда вот перебираются на дачу. Бедным крестьянинам некуда будет деваться. Скоро со своим хозяйством запахи всем мешают. Человек должен трудиться как бы. Благо получает от своего труда. По крайней мере голодным не останешься. Сам себе режиссёр как бы. Не знаю. Мне нравится. Сами посмотрите. В таких жить условиях. Я думаю. Много стоит это. Они выходят. На балкон и одни дома вокруг. А тут просто. Не везде конечно так бывает. Но по крайней мере у нас так. Мне это нравится. И как бы не хочу другого. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»